В питательной среде, в бездействии попов, вскисает приговор бацилла непокорства. Приходит революция и их давит, как клопов, а избежать беды, насколько было просто. Не проворачивать молебны, литургии, а благовестием российский дом наполнить. И подчиненные все были бы другими, всех усадить в евангельские школы, иначе строились бы общие кошары, в виду имею храмы-колокольни. Не надо было миллионных армий, где в жертву темноте царя заколют. Но сеевший ветер вызовут торнадо, когда, достоинствующаясь все кувырком, провалится святая Русь до ада, в епископских хоромах затвердела ревком. К столетию той даты доползают, исследуют причины жуткой катастрофы. Свет просвещения духовный не мерцает, похоже, снова и сильнее грохнет. Закат тревожный, клубятся тучи, приметы сходятся, хорошего не ждать. Все так же слову Божию не учат, все так же в благовестии вселенская нужда. Смерть саваном накроет непременно кичливое поповское зазнайство. Храм снова будет пуст и на престоле скверно. Готовьте ж, благовестников, скорей вяжите снасти. Среда питательная не у чем подпитка. Бог Егова с Библией народу не знакомы. Вновь прятаться по алтарям разбитым, впадать с епископом и с патриархом в кому. Ни одного вопроса нам не разрешить, без школ евангельских и без библейских курсов. Пророки древности маящат нам с вершин, что не по слову Божию есть Адатадама дурость. 12 сентября 2007 года